В эфире программа «Актуальное интервью». Здравствуйте! Поговорим мы сегодня о государственной поддержке людей высокого возраста. У нас в гостях сегодня Ольга Егорова, руководитель отделения социальной защиты населения Неницкого округа, и Светлана Хатанзейская, руководитель комплексного центра социального обслуживания. Светлана Геннадьевна, Ольга Владимировна, здравствуйте! Мы рады приветствовать вас у нас в студии. У нас сегодня очень серьезная и интересная тема. Давайте сразу начнем. Ольга Владимировна, наверное, вопрос к вам. А сколько пенсионеров у нас сегодня проживает в регионе? По данным Пенсионного фонда, по Неницкого округа у нас зарегистрировано на территории ИНО, это 13 527 пенсионеров. Это 30% всего населения в округе. А какая у нас средняя пенсия в регионе? Можете озвучить какие-то? Да, вот тоже по данным Пенсионного фонда, размер трудовой пенсии составляет 20 150 рублей. И есть еще государственная, не социальная, а государственная пенсия 11 076 рублей. Государственная пенсия, мы понимаем, это когда не хватило стажа, может быть, по инвалидности, если попали, ну и другие причины. И при наступлении от пенсионного возраста и оформлении уже пенсии в Пенсионном фонде, люди обращаются к нам за начислением уже компенсационной выплаты, что называется, к пенсии. Выплата к пенсии так и называется. Это то же самое, что социальная доплата. Это то, что если не хватает до прожиточного минимума, то государство доплачивает пенсионеру. Совершенно разные вещи. Это разные вещи. Да, да. Потому что вот именно кто получает у нас государственную пенсию, у них не будет хватать до прожиточного минимума. Из регионального и идет финансирование, софинансирование из федерального бюджета идет доплата до прожиточного минимума. А это именно вне зависимости от размера пенсии выплачивается всем, и работающим, и не работающим, при наступлении пенсионного возраста. Несмотря на то, что там у нас более 12 650 человек, которые получают эту компенсационную выплату, ее размер варьируется. То есть 2708 – это самая маленькая при стаже работа в округе 3 года и проживание 5 лет она назначается пенсионером. А если стаж в округе уже более 25 лет, ее размер будет составлять 1100. Также у нас есть категория «Дети войны», которые получают компенсационную выплату к пенсии в размере 7000 рублей, и «Труженики тыла» – 9100 рублей. Компенсационная выплата участникам Великой Честной войны составляет 25 000 рублей. А как получите эти выплаты? Нужно обращаться с заявлениями или они начисляются автоматически? Нет, обязательно нужно обратиться, потому что, может быть, не все знают, приходят иногда с опозданием. Обязательно, когда идет уже оформление в пенсионном фонде, обращаются к нам для зачисления, потому что мы начисляем только по заявлению гражданина. То есть такой заявительный характер. Вот я, как уже сказала, 12 650 у нас получателей этой выплаты. В месяц у нас примерно расходуется 46 миллионов, а в год это более 550 миллионов рублей. Да. Но, как вы уже сказали, категория граждане пожилые у возраста, они чаще уже пересекаются с категорией инвалид, ветеран труда. Соответственно, дополнительно идут еще социальные выплаты по этим категориям. Выплаты тоже осуществляет отделение социальной защиты населения. Расскажите подробнее, что это за выплаты. Вот с 2014 года уже, наверное, прошла вся концентрация всех выплат в денежной форме именно через наше учреждение. То есть все, что проходит в денежной форме, оно выплачивается через наше учреждение. Всем инвалидам, в том числе и, наверное, гражданам пожилого возраста, тоже они могут быть инвалидами, да, к Международному дню инвалида, который у нас будет 3 декабря при проживании в округе более 10 лет, будет единовременно выплачено по 10 тысяч рублей. Также у нас есть средства реабилитации, которые самостоятельно приобретаются инвалидами, подлежат тоже возмещению из регионального бюджета. Есть определенный перечень федеральным, федеральный он не очень большой, поэтому он региональным законом у нас расширен. То есть практически все, что у нас в индивидуальной карте реабилитации инвалидов прописано, возмещается фондом социального страхования, и мы компенсируем разницу, либо 100% идет через нас. Вот выплата ко дню пожилого человека, о которой вы сказали, это тоже заявительный характер? Нужно ее как-то получать тоже по заявлению? Как-то нужно принести какие-то документы подтверждающие или как? Да, вот сейчас у нас приближается праздник, международный день пожилого человека. У нас уже сформированы все выплаты, основная масса людей прошла, но в этом так такового заявительного характера году не было. То есть потому что у нас сведения у граждан имеются, что у них есть стаж в округе 15 лет. Здесь еще дополнительно у нас проиндексирована была сумма и граждане в возрасте. Женщины 55 лет на 1 октября и мужчины 60 лет на 1 октября включительно. Выплата будет составлять 10 400 рублей. При достижении возраста 70 лет выплата будет составлять 16 640 рублей. В ближайшее время мы уже эти деньги в размере 92 миллионов примерно мы перечислим гражданам. Ольга Владимировна, это мы затронули категорию инвалидов по другим категориям, как, к примеру, труженики тыла, ветераны войны. Ветераны войны, как я сказала уже, участники Великой Отечественной войны у нас являются инвалидами все. Всего у нас их проживает 9 человек. Ежемесячно они получают у нас по 25 тысяч и ко Дню Победы они получают по 75 тысяч. Все участники Великой Отечественной войны у нас обеспечены благоустроенным жильем. Труженики тыла, кроме всех выплат, которые я перечислила, получают еще, если они именно проработали в тылу, потому что есть, которые уже были еще не такими взрослыми, не могли работать, да, они получают компенсационную выплату 963 рубля. Но если опять они же являются инвалидами, то они уже право выбора у них. Либо они по линии пенсионного фонда получают выплату, либо они уже нашу получают выплату. Дети войны. Тоже получают, наверное, какие-то льготы, какую-то поддержку, выплату. Ну вот они все дети войны, это мы понимаем, что лица, рожденные с 32 по 45 год рождения, да, то есть на них просто компенсационная выплата выше, и, соответственно, они пользуются льготами, если они являются инвалидами, пользуются льготами как инвалид. Они все уже в силу своего возраста являются ветеранами труда, либо ветеран труда НАУ. Меры социальной поддержки для двух категорий, они идентичны. Ветеран труда российского значения, либо там ветеран труда округа. Кстати, если говорить обо всех этих выплатах, они ежегодно индексируются? Нет. Но в этом году у нас были проиндексированы части выплат. Следует отметить, что администрация Неницкого автономного округа утверждена государственная программа «Социальная поддержка граждан в Неницком автономном округе». Она в последнее время активно работает. Это действующая программа. Основной целью программы является создание условий для повышения качества жизни имени граждан старшего поколения. В рамках этой программы предусмотрена компенсация расходов на зоопротезирование. То есть это только именно граждане старшего поколения. Ее размер уже увеличился с 7,5 тысяч до 30 тысяч на сегодняшний день. Услугой можно воспользоваться один раз в три года или частями. То есть либо разово 30 тысяч, либо можно по 5 тысяч, по 7 в течение трех лет. Не более 30 тысяч. Неработающим гражданам старшего поколения при посещении комплексного центра социального обслуживания жителями села компенсируются расходы, тоже проводится это в рамках этой же программы, расходы по транспортировке, то есть по транспорту. Ну если о социальных выплатах, то можно сказать, что у нас ко дню победы участникам Великой Отечественной войны выплачивается, труженикам тыла каждому по 10 тысяч 543 рубля. А вдовы участников Великой Отечественной войны, которые не вступили в повторный брак, также выплачивается ко дню победы 10 тысяч рублей. А есть какая-то общая цифра? Сколько вообще выплат социальных получают у нас среди высокого возраста? Как разбить именно по категориям, конечно, можно, но в целом на меры соцподдержки у нас предусмотрено 1 миллиард 900 миллионов, только из регионального бюджета. То есть сумма запредельная. Да, да, да. Всего у нас получателей где-то за 19 тысяч, это получателей. А количество выплат у нас соответствует количеству жителей. То есть получается, что хоть одну выплату, но каждый житель получает. Ну это в среднем получается так. В среднем. Могут вообще ничего не получать. Но в целом получается, что у нас каждый житель какую-то социальную выплату имеет. И у меня в свою виду высокого возраста жителей. Нет, это в целом. Это все. Это в целом. Государственная поддержка, она выражается не только, естественно, в денежном эквиваленте, но и это услуги какого-то рода социальные. Светлана Геннадьевна, расскажите, вот какая поддержка может быть оказана комплексным центром социального обслуживания? В комплексном центре социального обслуживания населения у нас функционируют 5 отделений, 4 из которых оказывают социальные услуги гражданам высокого возраста. Это отделение у нас оказание услуг на дому гражданам пожилого возраста и инвалидов. Также отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. Кризисное отделение, которое оказывает помощь нуждающимся гражданам в социальном обслуживании. и отделение срочного социального обслуживания. Можно немножко поподробнее о каждом отделении? Какие функции? Наверное, одно из основных направлений – это оказание социальных услуг на дому. Мы называем это надомным обслуживанием. На обслуживании в комплектном центре данным отделением находятся 85 граждан, из которых 43 человека – это обслуживаемые на селе, и 42 человека в городе. Город и поселок искателей. Социальные работники оказывают социально-бытовые услуги, социально-правовые услуги, например, написание, ходатай, документы, сборы документов. И примерная стоимость услуг, она тоже определена. Предположим, прибрать, помыть квартиру – 30 рублей 60 копеек, то есть разовая услуга. Сходить за продуктами – цена тоже самая, 30 рублей 60 копеек. Естественно, оплата обслуживания на дому, оно и есть с частичной оплатой, с полной оплатой. И, как говорят, бесплатное обслуживание, но оно не является как таковым бесплатным, потому что это не платит гражданин, но за него платят, естественно, бюджетно. А как происходит взаимодействие? Пошел человек, он сам как-то звонит? Да, это, в общем-то, все оказания услуги, они носят заявительный характер. В любом случае, сам гражданин может обратиться в наше учреждение, или могут обратиться органы государственной власти, местное самоуправление, также могут общественные организации, или просто, как говорят, неравнодушные граждане, которые видят, что рядом по соседству живет пожилой человек, которому уже необходима данная помощь. А сколько у вас социальных работников в штате? В штате социальных работников именно в этом отделении 11 человек. И нагрузка на каждого социального работника на обслуживание – это 9 человек. 9 человек на селе и 9 человек в городе. Ну, а оплата труда социального работника в зависимости идет пропорционально, в зависимости от количества обслуживаемых граждан. Социальный работник обязан посещать своего обслуживания, как мы называем, получать, или социальных услуг не менее двух раз в неделю. То есть социальный работник может получать лекарства в аптеке, социальный работник сопровождает гражданина на прием к врачу, потому что понятно, что где-то ограниченное передвижение может быть, самообслуживание, поэтому он оказывает вот эту услугу, помощь в сопровождении. Какие еще функции есть у КЦСО, какие еще услуги оказываете? Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов – это, наверное, самое такое на слухов все граждане отделение, и в этом году ему исполняется ровно 20 лет. Ежегодно примерно 220 человек, это граждане высокого возраста, в этом отделении получают социальные услуги. Социальные услуги разного направления – социально-медицинские, социально-бытовые, социально-психологические, социально-педагические, социально-правовые, ну и, конечно, срочные социальные услуги и коммуникативные, то, что необходимо уже вот этим нашим гражданам высокого возраста, так как они находятся на пенсии, общение у них все-таки уже более ограничено, и они нуждаются в этих услугах. А вот что, например, какие можете примеры привести коммуникативные? Это какие-то встречи, посиделки, что это? Да, это как раз. И у нас есть организован культурный досуг, творческая работа, трудотерапия, встречи с представителями органов государственной власти, представители собрания депутатов, посещают каждую группу, отвечают на все интересующие вопросы наших уважаемых жителей. Естественно, к нам нас посещают и фольклорные ансамбли, и сами граждане организуют под руководством культ-организатора, организуют различного рода мероприятия. Очень интересные. А если говорить об оздоравливающих каких-то процедурах, есть такие услуги? Мы не называем это оздоровлением. Учреждение имеет лицензии на осуществление медицинской деятельности, но в рамках учреждения именно социального обслуживания это социально-медицинские услуги, которые мы предоставляем. Предоставляем их, конечно, в целях, прежде всего, укрепления здоровья, продолжения активной жизни граждан данной категории. Каждого гражданина, естественно, осматривает врач. И при отсутствии каких-то противопоказаний назначаются определенные социально-медицинские услуги. Наше учреждение располагает определенной базой и медицинским оборудованием. Прежде всего, это у нас водные процедуры, подводный душ-массаж, есть контрастный душ-массаж, что очень используется активно именно гражданами пожилого возраста, потому что он предполагает как раз контрастный холодный и горячий массаж рук и ног. То есть не полностью, да, тело, то, что вот многие действительно имеют противопоказания. Далее у нас идут физиопроцедуры. Это и магнитетерапия, ультразвук, очень востребованы турманевые наколенники, детензер, тот матрас для позвоночника, который расслабляет мышцы спины, что очень нравится пожилым гражданам. Есть кровать многобеста и есть, конечно, массаж обычный. Массаж может быть плечевого пояса, массаж может быть поясничного отдела, конкретно рук, предплечье, запястье. Спрос на услуги массажа очень большой. У нас услуги им пользуются не только горожане, но и жители сельской местности. Мы активно их приглашаем к нам для получения данных услуг. Возникают различного рода вопросы. Оплата проезда, проживание. Не у всех здесь есть родственники, знакомые, близкие. Поэтому мы предоставляем возможность проживания в кризисном отделении, для кризисного отделения нашего учреждения на все 18 рабочих дней. А проезд это тоже? А вот проезд уже через нас проводится. Оплата проезда, да. Ольга Владимировна, расскажите, как эта схема действует. Да, то есть предусмотрена такая социальная выплата в виде компенсации расходов по перелету. В основном у нас это авиаперелет. Они обращаются к нам после оказания услуги. Подъявляют у нас копию паспорта, пенсионного удостоверения, копию авиабилетов, подтверждение, подтверждение и справка с Центра социального обслуживания о прохождении там именно курса. А зачисление в группу? Да, зачисление в группу, да. А это тоже по каким-то медицинским показаниям? Или человек из села может как-то сам захотеть вот к вам приехать, обратиться в отделение социальной защиты? Или это вот все делается именно по какому-то направлению? Здесь, наверное, возраст... Учреждение работает у нас в рамках 442-го федерального закона об основах социального обслуживания в Российской Федерации. Соответственно, основной критерий – это нуждаемость. Нуждаемость у нас, конечно, определяется определенными, например, такими критериями, как инвалидность. А далее, конечно, мы же уже говорили о платном или частичной оплате, или обслуживании, в общем-то, предоставлении социальных услуг, бесплатно, поэтому все в рамках этого закона. Если средний душевой доход гражданина, пенсионера превышает определенные нормы, то может быть частичная оплата или полная оплата. А на сколько часто к вам приезжают из населенных пунктов округа? В последнее время тенденция, конечно, к увеличению именно получателей социальных услуг из села, то нас это очень радует. Какие еще отделения, расскажите, есть, функционируют? Функционируют в учреждении отделения, кризисное отделение для граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, где вот мы сейчас затронули тему, что могут проживать граждане села, которые приезжают, но по разным причинам, и в том числе и на получение социальных и медицинских услуг в нашем учреждении. Это отделение у нас функционирует с 1 января 2015 года и предоставляется койко-место. Койко-место предоставляется сроком, нуждающимся до двух месяцев. В отделение срочного социального обслуживания обращаются граждане, пенсионеры, инвалиды за оказанием разовой помощи. То есть они не на обслуживании у соцработников на постоянном, а именно на разовой помощи. Гражданин, способный к самообслуживанию самостоятельно, может заболеть или по каким-то другим причинам ему нужна эта помощь. И хотелось бы донести до наших жителей о том, что у нас имеется пункт проката реабилитационной техники. В отделении как раз срочной помощи это коляски, это ходунки, и трости, то, что необходимо при каких-то экстренных ситуациях. По определению нуждаемости хотелось бы добавить, или просто вот нуждаемость это определение конкретной ситуации в конкретное время. Может случиться так, что сегодня эта нуждаемость очень острая, а на завтра этой нуждаемости уже нет. Поэтому здесь подходим адресно, это основные принципы. Адресность, доступность и, конечно, конфиденциальность. Помимо этого, ведь можно сказать у нас еще, что и другие предприятия проводят какие-то меры. Некоммерческие организации. Да, да. И то, что некоммерческие, вот как мясопродукты запустили хорошую программу, высокий возраст. У них уже социальная карта активно пользуется уже и в средствах массовой информации. Это видно, что более тысячи. А ты послышали ли онцевые какие-нибудь? Это у людей высокого возраста нравится? Им вот эта мера поддержки? Как они оценивают ее? Ну, если они уже половина этих людей повторно пришла, то значит уже какой-то, наверное, положительный результат дает. То есть, если бы они один раз сходили, им бы не понравилось, наверное, бы они не вернулись обратно. Я думаю, что только положительным образом. А если говорить о некоммерческих организациях, как-то вот, допустим, Светлана Геннадьевна, у вас есть какое-то с ними взаимодействие? Может быть, они как-то вам помогают? У нас самое тесное взаимодействие. Недаром жители называют наше учреждение «Красный крест». Это в первую очередь, да, региональное отделение «Российский Красный крест». В рамках взаимодействия, когда получает некоммерческая организация социально ориентированные гранты, то, естественно, направления там могут быть разные. Так как и дети, ну, сложные семьи у нас, дети, дети-сироты, также и пожилые граждане. Вот был определенный период, когда очень много мы получали дополнительной, как говорится, поддержки именно от некоммерческих организаций. Когда еще учреждения находились, полномочия находились в Архангельской области, и финансирование, понятно, что было очень затруднительное. Очень многие мероприятия для граждан пожилого возраста вот как раз проходили на основе вот этих грантовой поддержки от региона. Это было действительно, ну, просто замечательно. И нас всегда ставили и в Архангельской области в пример наше учреждение, как необходимо сотрудничать с некоммерческими организациями. Проводили творческие вечера для людей именно высокого возраста, потому что они настолько активны. Кто-то пишет стихи, кто прекрасно поет, души рукотворения, то есть открывали дополнительно клубы по интересам для пожилых граждан, тебе по силам, школы здоровья, школы безопасности. И все те мероприятия для граждан пожилого возраста, которые именно проходили в рамках конкретной реализации грантов, они до сих пор продолжают жить на базе комплексного центра. Естественно, уже в рамках и финансирования, и бюджета именно учреждения и развиваются, принимают какие-то новые формы. Это вот та досуговая деятельность, которая действительно как магнитом притягивает дополнительно граждан высокого возраста к нам. Как вы в целом можете оценить государственную поддержку людей высокого возраста в нашем регионе? Вы со своей стороны считаете? Высоко. И даже очень. Потому что мы, естественно, объезжаем в отпуск, общаемся, объезжаем в разные регионы. И общаемся и со своими родителями, и с их соседями, то есть с каким-то кругом знакомых. И когда просто рассказываешь даже о дополнительных мерах нашей социальной поддержки граждан высокого возраста, столько приятно удивлены, что очень многим хочется приехать в наш округ на проживание. Единственное, что устанавливают климатические условия. Поэтому я считаю, что забота нашей власти, забота власти округа о гражданах пожилого возраста, о инвалидах, о старшем поколении, об этом говорит даже та программа, старшее поколение, которое сегодня в наших финансовых, таких, ну, я бы сказала, немножко стесненных условиях, она продолжает работать, и мероприятия организуются и проводятся. Поэтому она оценивается высоко и самими жителями округа, и сотрудниками социальной сферы. Мы просто рады за своих граждан. Я присоединяюсь к словам Светланы Геннадьевны. Да, у нас ведь граждан старше 90 лет 57 человек. Это тоже, в принципе, показатель для нашего округа немаленький. Давай человек, который 97 и 98 лет, приближается к 100. Да, по нашей информации, да, они зарегистрированы в Наринмаре, проживают в Наринмаре. Учитывая, вот, действительно, меры социальной поддержки, которые действуют для граждан пожилого возраста, да, достаточно, ведь не только еще и в денежной форме, есть еще и в натуральной. И та же подписка на Нарьянов, Интервы, Барнау, да, которая предоставляется вот именно гражданам пожилого возраста, ветеранам. А ветераны, это все у нас, которые 55 и 60 уже, да. Учитывая увеличение продолжительности жизни, нельзя сказать, что это у нас вот только положительно. Я, наверное, добавлю еще, что в округе все-таки сформировался какой-то нравственно-этический, наверное, кодекс, да, отношение к пожилым гражданам, в общем-то, к нашим родителям. Вы посмотрите, как активно и пенсионеры, они ведь еще дают, можно сказать, показывают примеры молодому поколению, как активно они участвуют во всех мероприятиях, сами организуют мероприятия. И даже среди наших пенсионеров есть волонтеры, и волонтеры нашего учреждения, которые помогают и детскому дому, и помогают детям, которые нуждаются в этой помощи. Это просто замечательно. Вот недавно у нас в этой студии была Римма Васильевна Костина, и мы как раз с ней разговаривали об активности наших пенсионеров, о том, что может позавидовать за любой... Я сейчас помолодел уже в целом. Настолько это в каждой программе, не только в денежной форме, а на самом деле мероприятий, сколько проводится, спортивных, интеллектуальных. И наши ведь пожилания везде участвуют, и за пределы выезжают, и на территории округа. А у нас город маленький, это же все видно. И кто у нас палками ходит? Тоже. Тоже, я не знаю, что такого возраста. Как говорят, на лужу мы никто не будем, старше будем все, поэтому нам будет чем заняться в определенном возрасте. Вот не такой хорошей над темы. Мы завершим нашу программу. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Это было актуальное интервью. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok